Девушки отдыхают Что за херня? Алло? Ты послушаешь все треки? Кто это? Это твоя совесть! Что вам нужно? Муз-разбор прямо сейчас! Да! Всем привет, друзья! Я на каналicked Another Sound И как вы уже догадались, конечно же, мы сегодня будем слушать ваши замечательные треки! По просьбам участников Муз-разбора Мы будем относиться к этому делу серьезней и тщательней И поэтому Раньше мне не хотелось кого-то просто обидеть Потому что, ну, человек присылает трек в надежде на то, чтобы ему либо что-то подскажут хорошее, либо просто похвалят, допустим. Даже если кто-то надеется на критику, то все равно, скорее всего, он надеется на то, чтобы эта критика была более-менее мягкой. Но! Дело в том, что я посоветовал с некоторыми людьми, и каждый из них, они тоже музыканты, конечно же, каждый из них сказал, что нужно жестче это все делать. То есть, если человек написал говно, то ему надо говорить, что он написал какое-то говно. Только дело в том, что, конечно, я на себя беру такую ответственность, говорить людям, что они пишут всякое говно, хотя может оказаться, что кому-то это все понравится. Поэтому сразу скажу, что если ваш трек сегодня, к сожалению, не оценится по достоинству, то это все основано только на мнении вот этого очкарика и больше никого. Поэтому можете близко к сердцу это не воспринимать, сразу скажу. И что у нас здесь первое? Это Кулдарбек и Джонни Бек «Гордость песка». Довольно качественно получилось, и минус, в общем-то, хороший. Поэтому ничего против не могу сказать. Конечно, может кому-то понравилось, кому-то не понравилось, но если судить объективно, как слушатель, допустим, то это нормально. Вполне нормально. Идем дальше. У нас здесь Владимир Механских и трек, который называется как-то там. Как пишет сам автор, вас, скорее всего, стошнит от этого трека. Я просто не понимаю, зачем тогда вы присылаете их. Вот, если серьезно говорить. Действительно, если вы сами считаете, что у вас трек не получился, то нахрена всем слушать этот неполучившийся трек. Может быть, в надежде на то, что кто-то скажет, что типа «Нет, чувак, да ладно, это круто, но...» Идем дальше. У нас здесь Крэго. Очень странное сведение вышло в третьем треке. Гитара звучит сейчас очень гулко. Сейчас посмотрим. Тогда и послушаем третий трек. Просто дело в том, что мы не можем потратить все время нашего выпуска на прослушивание одного альбома, одного человека. То есть тут пусть даже три трека, допустим, но у кого-то там по десять, может быть, и каждый трек слушать, это все-таки... Ну вы понимаете, короче. Гитары, возможно, звучат гулко, потому что, во-первых, там может быть слишком много низких частот, хотя я их здесь особо не услышал, из-за того, что они слишком гулкие. Вот. И, насколько мне кажется, там, во-первых, еще фоновый синтезатор есть, и он звучит одновременно с этими гитарами. Если он там есть действительно, тогда получается, что он тоже мешает, скорее всего. И, в общем-то, ну, конечно, кажется, слишком вот нагромуждено всяких фоновых звуков, которые, в принципе, могли бы там и не существовать. Либо как-то можно было тоже их развести по каналам, чтобы они звучали в стерео. Барабаны тоже ушли, как мне кажется. Вот. Барабаны тоже ушли. Ну, в общем, в целом-то неплохо, но основная тема типа припева началась где-то в минуту тридцать. А до этого шел какой-то сплошной разгон, то есть либо какая-то тема довольно-таки размытая, и потом после этого припева опять же та же самая получается тема, какая-то тихая, спокойная, но не содержательная. Вот. И насчет того, что звук винила, я не знаю, насколько он здесь актуален, конечно, но, в общем-то, это так, придирки. Играет музыка. Играет музыка. Вот опять же, новая какая-то тема развернулась только после половины трека, а так все шло одно и то же, одно и то же, одно и то же. То есть получается у нас вступление, 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 что ли, а потом сразу конец, ну или как-то... То есть я не понял, где-то либо должно быть вступление, куплет, припев, ну и всякие такие вещи. А здесь получается то, что мы слышали одну и ту же тему полторы минуты, а затем последовала вот эта вот конечная какая-то вещь. Это, конечно, не говно совсем, но я почему-то совсем ничего не прочувствовал здесь. Есть, может быть, какое-то определенное настроение, но оно довольно-таки вялое, потому что, во-первых, конечно, по сведению здесь есть некоторые проблемы, и баса вообще не слышно. Потому что, наверное, его здесь нет. Вот, ну а так... Дальше идем Old Legs у нас здесь. Давайте послушаем вот хотя бы вот это. Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот лид синтезатор сейчас он, конечно, подпортил. В целом мне трек понравился, там еще дальше гитара, по-моему, какая-то вступает, с ней тоже все в порядке. Типа гитара. Вот. Но вот единственное, что этот синтезатор дурацкий, конечно, он, собака, слишком громко звучит. Вот. Если его приглушить немножко, то все будет неплохо, неплохо. И вот этот вот голос, кстати, он тоже в тему. Часто бывает так, что люди используют вокальные сэмплы какие-то, и в ноты вообще ничего не попадает. Это просто ужасно звучит. Но тем временем мы продвигаемся дальше. У нас много треков сегодня. Иван Валеев, насколько я понимаю. Сразу перейдем ближе к середине, потому что так и написано, потому что там дальше будет вокал. Музыка разбивает нас под ветром сигареты. В каждом есть своя фишка, каждый танцует просто. Просто не делай тише, кричали яководски. Вечер моя новелла, в музыке молодела. Там, где ты холодела, тебе не надоело. Моя новелла, в музыке молодела. Там, где ты холодела. Ты так давно ходила. Моя новелла, в музыке молодела. В танце ты холодела, тебе не надоело. Моя новелла, в музыке молодела. В танце ты холодела. Ты так давно ходила. Ладно, в общем, неплохо. Кстати, неплохо, хочу сказать. Может быть, на этом сетизоторе многовато компрессий, конечно, но это все фигня. Дело в том, что я не чувствую низких частот здесь вообще абсолютно. Как будто на мастер-канале, вот именно на мастеринге, все низы срезали вообще. К вокалу, кстати, никаких вопросов нет. Он здесь очень в тему звучит. Все равно кому-то, может быть, что-то там не понравится. Какой там текст. Вообще похрен, какой там текст. Абсолютно. Потому что, в целом, у меня создается общее впечатление о том, о чем, собственно, здесь поется. Поэтому все очень здорово. Но вот, к сожалению, некоторые вопросы по сведению, конечно, есть. И еще как дизайнер в прошлом, я не могу не заметить вот эту вот вещь. Это вот эти вот шрифты. Они ужасные. Ужасные. Шрифты, на самом деле, особенно вот эти вот тени, которые сделаны разноцветным. Прям вообще. Ну ладно, мы тут не шрифты разбираем в конце концов. Дальше Vanilla Cloud Sublimation. Во-первых, мне кажется, что гитара немножко расстроена. Прям вот в целом-то вещь нормальная. Но очень скучно звучит. Ну просто жесть. Очень сухо люди как будто играют без настроения. Знаете, типа, как будто человек взял гитару, допустим. Он выучил этот ритм, и он смотрит себе, значит, на руки, как он играет, и чтобы не ошибиться. Вот, потому что надо каждую ноту вот четко проиграть. И поэтому это не вызывает ощущение того, что мелодия плывет сама по себе. Она, как будто ее пинают постоянно. И это две. Я знаю, что я пинают. Я не люблю тебя. И это две. И это две. Я знаю, что я одна. И это очень смешно. Я знаю, что я не знаю. Что же вы не дописываете, а? Вот что же вы не дописываете, я просто не понимаю. Вот именно по этой причине всякие охрененные музыкальные легендарные эксперты типа электродов или еще какой-нибудь дряни думают, что в FL Studio можно писать только 4-секундные отрезки музыкальные. Но это вообще потому, что вы действительно делаете 4-секундный этот гребаный отрезок и потом разгоняете его по всему треку. То есть он может звучать идеально, он может звучать очень круто, но это будет одно и то же, которое повторяется и повторяется. Может прибавляются какие-то там звуки издалека, тоже размазанные. То есть те же самые 4 секунды, грубо говоря, потому что этот хрен любит говорить про 4 секунды. И вот эти самые 4 секунды новых звуков появляются и также растягиваются и потом исчезают где-то. Но ничего толком не меняет, все равно одна и та же тема повторяется. Вот все очень круто может звучать, может быть сведено очень здорово, но все одно и то же, одно и то же. Вот устаешь слушать просто одно и то же. Ладно, идем дальше. Очень классно получилось. Соедините. ВАВ качество лучше и звук чище. Во-первых, ВАВ пишется через В, потому что это вейв. А во-вторых, ну как ты отличил ВАВ от MP3? Ну как оно чище, где? Давайте я послушаю ВАВ действительно. Ну потому что круче там качество. Я не понял, что это за херня вообще? Почему ВКонтакте звучит заниженно? Ну ладно, давайте ВАВ тогда послушаем. Вот слишком давят эти, кстати, синтезаторы. Барабаны. Барабаны очень глухие, и это, насколько я понимаю, вот эти вот базовые барабаны, которые, когда открываешь только новый проект в FL Studio, они появляются. Вот их не стоит использовать здесь. Ну в общем понятно. Единственное, что здесь написано было, это партия синтезаторов. Вот. Больше ничего я здесь не слышу. Баз повторяет партию синтезаторов. Барабаны просто периодически как-то там из трех инструментов состоящие. Они тоже подыгрывают. И больше ничего здесь нет. Очень классно получилось, именно если говорить о том, что если слушать только именно вот эти вот синтезаторы главные. А больше ничего здесь нету, в принципе. Да, да, сегодня я такая мразь. Вот здесь ни к чему не могу придраться, все очень хорошо написано. Может быть не хватает какого-то инструмента, который основную мелодию играет. Но это уже такая придирка. А так, в принципе, здесь по структуре все нормально, по сведению здесь тоже все нормально. Что-то в этом есть, только скучновато. Тема не особо развивается, там только какие-то вот, типа, шейкеры добавилось, что ли. Опять же, тут добавился теперь бубен, но основная тема продолжается. Бас неплохо звучит, барабаны тоже неплохо звучат. В общем, неплохо. Эта музыка и можно назвать, но ее нужно доделать, потому что скучновато. Потому что одна и та же тема повторяется большое количество времени. Весь трек. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, я практически ни хрена не понял. Хотя можно что-то разобрать, кстати, если вслушиваться. Но голос, тем не менее, все равно звучит слишком тихо. Но в целом, мне кажется, хорошо. Конечно, там по вокалу есть некоторые вопросы. То есть по произношению, может быть, как-то хотелось бы подчетче. И идем дальше. Аутенбол. Если говорить о сведении, то барабаны кажутся немножко глуховатыми. А так, по структуре, тема приятная. Но вот ждешь, допустим, разгона, а нет ни хрена разгона, опять все успокаивается. Звук барабанов вообще никуда не годится. Я не знаю, что это за плагин такой. В целом, вещь хорошая, такая спокойненькая. Но звуки сами по себе очень компьютерные. То есть особенно там, где какие-то пробежки по барабанам... Он прям настолько неживой. И это очень портит впечатление. В отражении этих глаз не увижу больше Твоих громких-громких фраз, Что мешают ночью, Распуская словно вишна, Покибаешь чуть-чуть, дыша. И мне еле-еле слышно, Как кричит твоя душа. Неплохо, да, но минус глуховат. Хотя, может быть, оно так и нужно. Сразу представляется какой-то рок-сейшн, Происходящий где-то в области, И в котором участвуют только начинающие группы, Где все люто-бешено набухиваются просто, И им уже насрать, какая музыка там играет. Они просто прыгают и блюют во все стороны. Кстати, этот трек, даже независимо от того, Нравится он или не нравится, Но он настоящий, действительно. Поэтому это очень круто, конечно. Я не люблю этот стиль, Но мне, как я и говорил, Представила сразу какая-то определенная картина. Это значит, что трек написан хорошо, И нас здесь не обманывают, И он настоящий. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, кстати, по барабанам хочу сказать, Не очень хорошо, когда... Это не только барабаном, в принципе, касается. Не очень хорошо, когда одна и та же нота Или один и тот же звук Заканчивает один такт И начинается со следующего. То есть она, получается, повторяется, То это не очень приятно звучит. В общем, видео получилось красивое, Музыка тоже довольно красивая, Неплохая, Но барабаны прям надо поменять. Нужно сделать их поживее, Чтобы прям вот, ну, поживее. Потому что, тем более, я как барабанщик, И я прям не могу. Меня прям очень коробит это. Так-так-так-так-так-так-так-так нет. Очень-очень плохо по размеру попадает, по крайней мере сейчас Читать нужно, наверное, под метроном в таком случае, чтобы все четко шло И когда пишешь текст, нужно уже продумывать, чтобы он совпадал по ритму, как это все будет звучать Вот здесь нужно было уместить большую строчку в какой-то определенный отрезок Но вылезло из размера все это То есть оно не звучит как раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре А вот сбивается где-то Очень неудобная ситуация, когда человек тебе пишет, что у тебя хороший канал Желает тебе удачи, но ты не можешь сказать, что, блин, он написал хороший трек Поэтому я не очень люблю музросбор в этом плане Потому что мне иногда приходится говорить людям не очень хорошие вещи именно про их музыку А они воспринимают это так, как будто я говорю про них самих А к людям-то я испытываю, естественно, только дружеские эмоции И вот поэтому так получается Этого достаточно Этого абсолютно достаточно, когда четыре раза сыграла одна и та же тема Мало того, что она началась через минуту То есть слушать можно прямо вот с минуты буквально Обычная для нас ситуация Звук неплохой, сведено неплохо, как-то звучит приятно Но ты послушал 30 секунд и ты понял, что все, больше ничего нового тебе не скажут Это знакомая зима Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот было достаточно Блять, хватит повторять одно и то же Эта тема неплохая, она звучит винтажно, в меру качественно Но эта пианино, она уже давно дала нам понять вот эту тему, которая есть В некоторых треках не бывает темы Вот какая-то жесткая проблема вообще В некоторых треках не бывает темы главной какой-то А в некоторых треках эта тема тебе навязывается настолько, что от нее начинает тошнить Как я уже когда-то раньше говорил, я считаю, по крайней мере, что лучше сократить время звучания какого-то определенного куска Или всего трека в целом, чтобы человек смог это переслушать потом Чтобы ему это не успело надоеть, а он наоборот успел соскучиться по этому звуку и еще раз ее переслушать Но не делать так, чтобы человек сказал, что да, я послушал, неплохо, но мне хватит Это музыка для того, чтобы сесть, расслабиться и подумать о чем-то Мне, к сожалению, приходится сейчас перематывать, перематывать, чтобы узнать, что там дальше будет Продолжение какое-то, либо нет Для своего стиля, да, это неплохо, так же, как и там какой-то предыдущий трек, где была жесткая какая-то атмосфера Но вот, к сожалению, да, это все приходится перематывать Но я очень надеюсь, что это найдет своего слушателя Понятно, что здесь будет дальше Как и просил Александр Данильченко, автор этого трека, я хочу сказать, что все могло быть неплохо Но здесь вся проблема заключается в выбранных синтезаторах, в выбранных звуках То есть звуки очень сильно не живые, очень сильно не динамичные Гитара, она не может так звучать, потому что она здесь звучит как плагин И это и есть плагин, возможно, какой-нибудь там типа Real Guitar, если я не ошибаюсь И барабаны, они не подходят для такого стиля То есть если это какой-то биточек, то здесь выбраны барабаны для более танцевальной какой-то музыки Вот, в принципе, если заменить все эти звуки на другие и оставить ту же самую тему То, возможно, что-то из этого получится Тема неплохая, опять же, учитывая то, что она там 3 минуты одной тоже длится Но синтезатор, конечно, это прям вот... ну зачем? И в барабанах рабочий, он же Snare, не очень отчетливо звучит Можно попробовать использовать какой-нибудь Trending Shaper Трект, в принципе, спокойно идет, а барабаны слишком какие-то психованные Если говорить это как о песне, то все очень здорово Но если говорить о сведении там, допустим, у звука, то барабаны хреновые, прям совсем хреновые Их нужно переделывать точно Пианино могло бы в момент припева играть немножко подинамичнее, чтобы тоже придать, опять же, динамике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то попался трек, который можно было бы послушать и целиком В принципе, и он бы тебе не надоел Ну вот, Алексей Куриченков, hello! Ну ведь хорошая же тема, ну что с вами не так-то? Ну ведь, ну почему не может в треке одна и та же тема без вообще, блядь, каких-то инструментов продолжаться целые три минуты И чтобы вообще никакого экшена не происходило ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот здесь именно все должно было начаться, а началось немножко раньше Правда, и то началось-то, конечно... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нахуй все это! Я думаю, что фашисты в 40-х годах так заключенных своих не пытали Просто одно и то же ты, сука, слушаешь на протяжении трех минут В принципе, это все неплохо Только единственное, что синтезаторы, они слишком какие-то шипящие Прямо вот это по ушам слишком долбит Не знаю, из-за чего это Из-за большого количества высоких частот Либо из-за какого-то эффекта реверберации, возможно Но прямо вот жестко-жестко-шумно Игла соседнюю ста Возраст осени Он мне дороже юности и лета Ты стала нравиться вдвойне Поображение поэта Я сердцем никогда не лгу И потому на голос чванства Бестрепетно сказать могу Что я прощаюсь С хулиганством С хулиганством С хулиганством С хулиганством Есениль это мой любимый поэт По музыке хочу сказать, что минус Немножко слабоват, конечно Но в принципе тема мне плохая И если говорить от лица обычного слушателя То здесь у меня никаких вопросов, в общем-то, не возникло Все довольно неплохо У меня на счету уже больше 80 треков И все равно я считаю себя новичком Ну давайте посмотрим Все мимо нот херачит Все это, конечно, очень здоровый трек Может быть 80, может быть 180 Но дело в том, что здесь нету попаданий в ноты вообще абсолютно Да, вот это круто Это круто, мне понравилось Вот это определенно здорово Что-то такое средневековое Очень круто, очень Возможно мы на стриме этот трек слушали И он мне очень понравился Прямо очень крутой он Да, да, да Здесь прям вот респект Это все очень здорово Абсолютно такие же биточки Как и любые другие биточки Которые сюда присылали Извините, я не могу, блин Так очень все здорово Но мне кажется, что кик слишком выбивается Он слишком громко И баса из-за него не слышно ни хрена практически Музыка Слишком долгое вступление перед вокалом Музыка красивая, здоровая Два быстрых взгляда, два мощных разряда Сказали мне больше Чем гоночный порт Ты подошел Здорово, конечно Звук очень хороший Единственное, что там В припеве не очень понятно Как по структуре все получается То есть иногда Вокал останавливается И музыка так, в общем-то Никакой нагрузки не несет Вот, а так Да, так весело, конечно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну вот когда чувак примотал себе наушники скотчем в голове Мне прям вот дико доставило почему-то Вот, ну и сам этот момент очень довольно крутой Если хотите, можете послушать и посмотреть второй клип, который ребята прислали Он довольно-таки креативный Мне он тоже понравился Но у нас, к сожалению, нет времени Как обычно, в группе ВКонтакте он, естественно, будет выложен Следуем дальше Музыка Неплохо Я думаю, остальные треки тоже хорошие Единственное, что вокал вообще практически нихрена не слышно Я понимаю, что он, скорее всего, специально свезен тихо Но, наверное, чуть-чуть все-таки погромче хотелось бы Сука, такой галстук еще колохозный Откуда же вы его нашли? Я не могу сказать, что это очень плохо Но это очень странно Вообще, да Ну, здесь все очень круто Мне, в общем-то, понравилось Единственное, что барабаны как-то немножко зажаты Были гитарами А в гитарах слишком много высоких частот, как мне показалось Поэтому это звучит немножко рисковато Вот Ты ебучий гном Не умеешь играть в баскетбол Ты ебучий гном Не умеешь играть в баскетбол Побой Ты ебучий гном Не умеешь играть в баскетбол Я хожу каждый день На баскетбольную площадку И ебусь я в жопей Словно сука, как пельмень Если ты... Чувак, я бы не гордился этим Вот всем вообще этим Особенно последним Это здорово Конечно, опять же, там немножко подзатянута одна и та же тема Можно было как-то сделать переход Потому что классика, пусть даже современная, она все равно подразумевает какие-то усложнения И какие-то непредвиденные ходы, которые приводят к чему-то более красивому Но, тем не менее, все-таки это тоже здорово И поэтому, да Неплохо, неплохо Похоже, наверное, на пошлую моли или на что-то такое И, наконец-то, мы подошли к последнему треку Открою секрет Я уже снимаю пятый час все это Поэтому я просто дичайше... Субтитры сделал DimaTorzok Это тоже, насколько я понимаю, какой-то synth wave И вот, наверное, из всех треков, которые сегодня прозвучали в этом жанре Мне, наверное, понравился больше всего вот этот Но жестко не хватает развития ситуации Потому что прям вот одна и та же тема Она тоже так же повторяется И там есть дальше переход, но основная тема все равно будет повторяться Поэтому хотелось бы немножко разнообразия какого-то Вот, ну, как всегда А тем временем... О, господи, с ума сойти Практически пять часов в наушниках просидеть Я слышу окружающий мир, наконец-то Вот таким у нас выдался этот выпуск Если хотите попасть в следующий выпуск Можете вступать в группу ВКонтакте Ссылочка на которую есть в описании В определенные дни открываются предложения новостей И вы можете поскидывать туда свои треки Возможно, они действительно к нам попадут Спасибо, что смотрели Не обижайтесь тех, кто не попал Или кто выслушал довольно неприятную критику Возможно, все будет хорошо Обязательно, естественно, если вы будете стараться Всем пока!